Время встречать с гостей. Сегодня у нас семья комбайнеров. Такая дружная семья, которая намолотила очень много. Мы сегодня узнаем сколько. Узнаем также, как журналист-дочь помогала в поле отцу, механизатору. Приветствуем Александра Максимика и Елену Худик. Доброе утро, Александр. Доброе утро, Елена. Доброе утро. Рассказывайте, как так получилось, что дочь журналиста оказалась на аграрной передовой? Наверное, что в детстве ко мне приходила на комбайн, на трактор она со мной каталась. А потом как-то поговорили с ней, говорят, пойду к тебе помощником, давай попробуем, как получится у нас. Ну, получилось. Первый год мы с ней так это притирались. Конечно, много я не знала, но в этом году уже все вроде бы как-то так пошло у нас хорошо. Получилось? Да, я тоже так считаю. А какие твои функции были? Ты прямо за рулем сидела, может быть, в комбайне? Нет, за рулем я, конечно же, не сидела. Я просто выполняла те задания, которые говорил мне папа. Конечно, сама я там никуда старалась не лезть, так как я плохо разбираюсь в технике. А так вот папа скажет мне, допустим, почисти это, прикрути это, подкрути, помажь. Я как бы выполняла. То есть в основном, конечно, это слушалось папу, чтобы не влезть, куда не нужно. Но за руль я, конечно, не садилась. А мне вот всегда было интересно, вот для того, чтобы стать водителем комбайна, или как это правильно? Комбайн, да. Не, я имею в виду. Долго. Не, ну понятно, что эта штука, которая там молотит, это комбайн. Я это выучил еще с детства, когда трактор, да, вот это комбайн. Да не бери, люди не идентируют это. В общем, в общем. Надо какие-то там права сдавать на какие-то дополнительные категории. Ну, категория D считается, это самоходная техника, это комбайн и все такое, гидравлический ход. Ну, это все приходило, конечно. У меня отец был комбайнером. А, у вас преемственно. Да, это все было от отца. И дед, может, еще? Нет, дед уже не был у меня этим. Но у меня отец, я с 93-го года уже сам управлял комбайнами. Вы тоже так бегали к отцу на поле? Да, конечно, конечно. Это все, что там, сельское хозяйство, это... Ну, сейчас, наверное, такая молодежь не поступает, но в то время это было. А у Елены с детства вот эти вот получились страсти к технику. Ну, да, получается, да. Да, 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 это было с детства. Я на тракторе пошел. Они ко мне приходили, вместе ездили. Они это... Старшая дочь тоже. А, и старшая тоже комбайнами увлекается. Ну, да, как-то так. А она тоже помогала вам, может, нет? Ну, на время оборки вот проходила ко мне. Докручивала то, что не докрутила Елены. Да. Ага, понятно. Хорошо. Есть ли такая страсть к сельскому хозяйству, к уборочной, к этой технике? Елена, почему журналист тогда? Почему филолог? Почему не аграрный работник? Ну, не знаю, как-то. Всегда любила белорусский язык. Даже в школе всегда на конференции какие-то ездила, всегда занимала места. Просто вот была какая-то любовь к белорусскому языку. И мой классный руководитель потолкнул меня к тому, чтобы я пошла. Я как бы согласилась. Родители меня поддержали. Я два года готовилась. То есть это было осознанно даже с 10 класса. Я уже знала, что я буду филологом, преподавателем белорусского языка и литературы. К технике, ну вот, прибежать, посмотреть, покататься, поснимать в Инстаграм. Такое, конечно, было, да. В шутку сначала. То есть никто всерьез не задумывался, что я правда пойду. В шутку говорили. А потом попробуем, попробуем. Если считать полноценную помощь, а не то, что там пришла, а там, может быть, с детства. В Инстаграме. Да, в Инстаграме заберила фоточку. Полноценная – это твоя первая уборочная компания, либо это уже не первый опыт? Вторая. Это уже вторая уборочная. Мы в том году были вместе с ней на комбайне. В том году вместе. Да, да, да. Ну, нас руководство поддержало, да, разрешило. И так получилось, что мы пошли вместе работать. Лена, ну и денежку какую-то заработала, да? Да, конечно. Тебе лишь бы вот денежки уточнить. Нет, ну почему же? Ну, что это такое? Я просто знаю, что в прошлом году… Это секрет. Когда Лена работала вот во время уборочной компании, да, вот эти деньги она вложила в свою свадьбу. Правильно? Вот. Да. Какое-то, получается, отбило. Ничего себе. Подготовилась. Да, это очень… Да, да, молодец. Пример нашей молодежи. Отлично. Хорошо, а хорошо, вот филолог, опять же, да, вот мне еще тоже интересно, преподаватель белорусского, а как попала в журналистику на это поприще? Вышло так, что на четвертом курсе я вышла замуж, захотела быть поближе к мужу и начали искать работу в Свисоческом районе, где работает муж. И единственная должность, которая там была на тот момент, в сентябре месяце, это был редактор радио. Так как у меня по специфике моего образования есть там редактор литературный, поэтому попробовали, меня утвердили на эту должность, и я пока так работала. И закручивали, завертелась. И как бы распределили меня уже тоже туда, чтобы не менять работу, как бы не переходить. Мы уже с Еленой, получается, коллеги. Да. Только у нее есть преимущество, она работала на комбайне. Ну вот, коллега, скажите нам, что ж вы делали во время уборочной? Вот конкретно, какие выполняли функции? Как проходил ваш рабочий день, когда он начинался? Ну, приходила я немного попозже, признаюсь, чем папа, папа продувал комбайн, все-таки пожалел меня. Ну, конечно. Это в какое время папа приходил? Ну, на 7 часов я уже был на работе. Да, я приходила немного позже. Поэтому пока он продувал комбайн, первым делом нужно было обойти, посмотреть, как бы, комбайн. Далее это прибрать кабину, прибрать все вокруг, помыть стекла. Папа скажет, помазать что-то, почистить. То есть он мне покажет конкретную работу, и я это иду, выполняю. Я делала то же самое, что и все помощники, только не продувала комбайн, потому что это тяжеловато, папа меня как бы жалел. Да. Вцепить жатку помочь, тележку, прибрать в жатке что-то на поле, когда попадает, земля или что, выбегаешь, то помогаешь. Ну, что еще? Ну, Александр, чувствовали вообще ощутимую помощь Ну, конечно, конечно, конечно. И понимаете, вместе посидишь, за рулем сидишь, и сбоку о чем-то поговорить. Попоминать. Да, как все это начиналось. Она проходила первый год на комбайн, она даже не по ней, ну, не различала, как это стать. Ключи рожковые, там, педные. Ну, это как мы прям, вот мы прям один в один. Да. Ключи вот. Говори за себя. А, ты, извините. Откуда ты знаешь? Извините, я так понимаю, у вас тоже есть опыт в уборочной компании, я все забываю. На что вы откладываете тоже, например, денежки копите, я понял. Хорошо. Да, да, когда первый раз пришла, помню, вот на комбайн, он мне говорит, принеси там ключ на 17, рожковый, трещотку. Я стою, там, чемодан, я так открываю его, смотрю. Папа, не ругайся. Что тебе принеси, а сейчас уже он там чинит, где-то под комбайном, и я уже, он говорит мне что-то принести, и я уже все, то есть уже быстро, уже даже не думая, схватила, побежала, уже знаю, что, где какой рожковый накинкой. Муж, наверное, очень ценит такие новые знания, наверное, даже гордится. Да, гордится. Тоже когда-то что-то чинит, говорит. Наравне с ним уже можете обладеть этим этим. Гордится, гордится. Хорошо, и сколько ваш опыт этот трудовой продлился? Так вот, все лето, либо какое-то определенное количество? В каком мы пошли? В том году мы вышли на уборочную 15 июня и закончили 2 августа. В этом году мы вышли 19, но завершилось уборочное число так 13-12 примерно. Да, даже те в этот год очень задерживали уборку, так вот. А в среднем хорошо прошла, без всяких там эксцессов, так вот. Сильных поломок, да. А как совмещали с работой? Очень хорошо, что руководство на моей работе пошло мне навстречу. Мы заранее оговорили уже зимой, что вот я планирую идти на уборочную, чтобы мне предоставили отпуск. И моя начальница, спасибо большое, она правда сделала мне отпуск тогда, когда была уборочная. Поэтому я не работала на основной работе, я только была на уборочной. А какая-то вот мысль о том, чтобы, не знаю, делать какую-то даже рубрику, может быть, на радио, да, вот работник, журналист на передовой, да, будний на уборщину, что-то такое. Нет? Нет, к сожалению, у нас эфир по времени ограничен, это 15 минут, туда нужно вложить и новость, да, и какую-то рубрику, которая уже постоянно. Поэтому, к сожалению, даже времени бы, наверное, ну, не хватило бы немножко. Поэтому нет. Ну, ничего, можно всегда есть, и пистолярный жанр можно написать, конечно же. Мы записываем подкасты, то есть у нас, да, наша газета занимается подкастами. Ну, вот уже тема для подкастов есть, отличная просто. Задумаемся. Да, несколько дней, да, месяц, профессию, другое, попробуйте себя в новом деле. Ну, рассказывайте, секреты рассказывайте, сколько намолотили? Ну, в этот год, конечно, мы немножко поменьше все-таки, у нас как-то пошла вот засуха была, когда наливался колос, ну, немножко слабее, да. Ну, 800 намолотили мы в этот год. В том году немножко получше было бы. В прошлом тысячники. Да, да, да. Переды веки. Ну, были поломки, конечно, не без этого. Все-таки комбайн уже у нас старенький, как вам сказать, запчастей, которых нет, уедем где-то отдался нам по колхозу. А как вот, мне всегда было интересно, как это работает? У каждого свой, да, за каждым закреплен, как личный такой транспорт. Да, да, да. За каждым комбайнером свой комбайн, своя жатка, все это свое. Ну, помощник тоже знает, где что находится. Слушай, как на Формуле-1, знаешь, нет. Да, да. Все там, ангар, все там, знаешь, конкуренции. А между другими помощниками у вас не было конкуренции? Крутируйте такое здоровое соперничество, кто же тысячник в этом году? Есть что-то такое? Ну, есть, наверное, такое. Но это не мы. Да, мы спокойные, я не особо, как вам сказать. Мы на качество, а не на количество работали. Молодцы, семейный подряд. Да. Молодцы. А выходные вообще были? Есть выходные во время уборочной кампании? Ну, нет. Есть ли жизнь на Марсе? Да. Если пошла вот хорошая погода, ну, это все, это с 7 часов до 11. Пока не стемнеет. Пока не стемнеет, покуда роса не упадет. Мы все находимся на комбайнах. До 11 вечера. До 11 вечера. Да, бывает. Пришел домой, поел, помыть. Да. Снова на работу. Да, когда дети были маленькие, так оно и было. Уходишь, спят и приходишь. Они уже спят. И, по сути, месяц ты детей не видишь. Но вот этот летний месяц Лена мало получила внимания от папы в детстве, поэтому она решила прийти к нему в поле. И это компенсировать. Я так понимаю, там уже сказки уже читают, чтобы уже как-то налерстать все, что упущено, я понял, за это время. Окей, слушай, ну, это вообще интересный опыт, когда вот дети не просто интересуются, чем там родители занимаются. Станутся частью этого профессионального дела. Хорошо, а почему старшая не подключилась вот так же серьезно? Потому что один помощник нужен. Нет, ну подожди, подожди. В кабину два человека уже не влезут. Подожди. Ну, мы как-то минус не обсуждали этот вопрос. Я была просто... Я сама провела инициативу. Вот, поэтому так и вышло. Сестра заинтересована в этом меньше, да? Да, но она все равно, даже на эту уборочную, она приходила, смотрела. Да, то есть... Смотрела. В следующем году подсидит вас. Пускай. Мы ей дадим продувать в комбай. О, ну да, самое сложное. А что по поводу следующего года? Вот уже не хочешь? Нет, к сожалению, немного, я думаю, у нас будут немножко другие планы, да? Как бы уже в следующем году, да, вряд ли мы пойдем. Ну вот есть как раз-таки старшая сестра. Да. Пускай заменяет. Да, подменит обязательно. А как вот, мне интересно, мама вот ваша к этому относится? Вот к тому, что дочки, в принципе, такая неженская профессия или немало женщин за комбайном? По республике вот показывали, много семейных таких экипажей, которые жена там, с мужем работают. Ну, как относилась? Ну, как всегда. У меня вот было на протяжении 8 лет постоянно один помощник. Просто техника безопасности, понимаете, уже когда ты привык к человеку, вот ты знаешь, что он никуда не усадит, там, пальцы, руки, ноги. Это просто уже, и к этому человеку уже первый год побыл, я уже обучил, и я уже знаю, что она никуда не улезет, и я уже, как это так, ну, немножко... Успокоился. Успокоился, да, уже, потому что первый год боюсься, знаете, что так вот, все-таки человек первый раз стирается, там, все крутится, все шавелится, жатко там. Страшно было? Да. Опасная работа? Ну, конечно, конечно. Техника безопасности – это в первую очередь. Это... Вы помните свой первый день на комбайне? Да, особенно я запомнила, когда нужно было цеплять тележку за комбайном, он там говорит, ну, подлезть нужно как бы, да, в смысле, говорю, подлезть под комбайн, и говорю, страшно, первый раз, ну, как это, ну, страшно, какая техника движется, и ты там... Вот это я особенно запомнила, когда нужно было зацепить тележку сзади, и у меня все аж страшно, что он движется, большая машина такая. Ну, сейчас уже все быстро, почти первое. На автомате, да, это молодец. А можете вспомнить какой-то такой самый смешной или забавный случай вот за эти два года в вашей такой тандемной работе? Мне кажется, их всегда так много, но когда нужно вспомнить... Ну, например. Ну, что у нас такое серьезное и интересное происходило? Даже как-то... Да, тоже, вроде всегда смеемся в кабине, да, а такого вспомнить что-то? Ну, там я видел сейчас трактор... Ну, все, до свидания, я уже перепутал эти... Ну, видишь, оговоришь, разбираешься, знаешь, как вы... Я знаю, сейчас в комбайне прямо в GPS есть. Ну, не на нашем, не на нашем. Не на вашем, но вообще есть. Ну, такие комбайны существуют, конечно. У нас... У вас срочное управление? Ну, конечно, да. Ну, у нас уже старенький комбайн, уже 14 сезонов. Ну, уже вроде это последний сезон. Ветераны? Да, уже мы его списываем. Хозяйство решило списать его уже. Угу. Да, так что... У меня вопрос о женщинах все-таки, вот я настаиваю на его ответ. В поле, да, на аграрной передовой. Место ли там женщины? Много ли там женщин работает? Как вот вы, Александр, считаете? Подходящая работа для женщин? Ну, тяжеловато, конечно. Семейный экипаж это... А даже если вот не семейный экипаж, даже если вот она работает одна, вот как вы, главный, как думаете? Тяжеловато. Да. Тяжеловато, да? Конечно. Это и жара, это и пыль, наверное... И продувать комбайн. Ну, продувать, да. Это давайте будем относиться, если семейный, значит, уже будет за... Мы все это говорим, слушайте, но как это вообще происходит? Ну, это трактор у нас, да? Это страшное. За трактором зацеплен компрессор, и воздухом сжатым дуем, мы очищаем от пыли, чтобы там ничего не было, потому что все крутится, может где-то приклеится, может тертись, и это все может загореться. Так что это каждое утро обязательный ритуал, не знаю, как у остальных, но у нас так было. Мы каждое утречко продуваемся и выходим в поле. Помазали, подготовились, и в 10 мы уже тихонечко двигаемся в поле, да, это законно. Так было постоянно у нас. Лена, а вот свои дети будут, да, как, отправила бы в поле? Нет. Наверное, нет. Почему? Ну, а на дедушку посмотреть? Подожди, почему? Одно дело, если посмотреть, но работать, скорее всего, наверное, нет. Потому что, я думаю, пройдет уже такое количество времени, когда мои дети уже будут в том возрасте, что можно. Они уже сами не захотят, я почему-то так думаю. Там уже звездные войны будут, космические корабли. Вот такие космические комбайны, вот такие у вас, может, в это время уже не нужны, будут даже помощники. Я думаю, техника дойдет до такого, что помощник, может, в принципе, уже и не нужен будет. Ну, а пока они нужны, замечательно, что они есть. А вот что касается семейных подрядов, вот когда жена и муж работают, вот на ваш взгляд, Александр, да, уже как опытного комбайнера, как думаете, скрепляет это семейные узы или наоборот, они вместе вот на кабине все время, и как бы, может быть, какие-то поводы для ссор? Кормят лупки, однозначно. Ну, давайте по парадку. Насчет кормежки. Обедов, обедов, да. У нас обеды были горячие, обед и ужин, это нам привозили, давали в воду, полтора литра воды на день. Это тоже раздачится, у нас женщина раздает всегда, все было вкусно, готовят очень хорошо там. Насчет с женой работать. Ну, можно работать, конечно. Конечно, это то же самое, что с дочкой, наверное, все-таки, какие-то части обязанностей я брал бы на себя, эту всю работу выполнял бы. Ну, тяжеловато, конечно, да. Было бы мне, хотел сказать, Александр. Но не сказал, поэтому эфир мы заканчиваем на позитивной работе. Да, спасибо вам большое, что вы там сегодня приехали из Вислочи, но удачи вам в ваших начинаниях. Лена, может быть, в следующем году все-таки вы поддержите снова отца. Посмотрим. Ну, посмотрим, посмотрим. Или все-таки сестра сменит вас на этом посту. Другие планы, тебе же сказали. Планы, знаете ли, меняются. Мы накопили за два года. Да. Можно уже и потратить. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. А мы напоминаем, что в студии у нас сегодня были Елена Худик и Александр Максимик, дочь и отец, которые вместе работали на уборочной и добились немалых результатов с помощью такого семейного подряда. Ну, а мы продолжаем, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok